Приветствую вас, друзья! С вами Евгения Таро и сайт MagExpert.org. Сегодня у нас с вами гадание на игральной колоде карт из 36 листов. Использовать мы в данном варианте будем не полную колоду, а лишь три четверти колоды. А одну четвертую этой колоды я уже выложила сейчас на столе. Это та картинка, которую вы сейчас видите на экране, которая состоит из полной червовой масти. От туза до шестерки. Гадать с помощью такого расклада мы будем сейчас на мужчину. Но точно с таким же раскладом можно гадать и на женщину. Для этого вам нужно определиться с мастью того человека, на которого вы гадаете. И в данном случае существует несколько вариантов выбора масти. Я в данном случае выбирала масть по внешнему виду, поскольку мне неизвестен статус этого мужчины. И поскольку он имеет русый цвет волос и светлые глаза, то я для него выбрала именно червовую масть. Как выбирать масти можно посмотреть в других моих видеосюжетах по гаданию на игральных картах. Я в данном случае не буду повторяться. Вы же можете воспользоваться каким-то другим способом выбора масти. Например, выбирать масть по статусу человека. То есть женат, не женат, молод или пожилой человек, или среднего возраста. Богатый, не очень богатый и так далее. И в зависимости от этого выбирать бубновую, червовую или трефовую масть. На пиковую масть гадать не принято. Каким же образом мы с вами будем сейчас раскладывать карты? Нам нужно с вами, после того, как мы загадали человека и разложили всю червовую масть по порядку, от туза до шестерки, перетасовать оставшиеся карты и на каждую позицию данного расклада, то есть на каждую карту, выложить по одной карте и потом приступить к трактовке. Итак, давайте сделаем такой расклад. И разложив карты таким образом, мы теперь можем приступить к интерпретации расклада. Итак, переворачиваем первую карту, которая выпала у нас на месте туза червового. И это девятка треф. Червовый туз у нас отвечает за дом мужчины и за его семью. А девятка треф показывает нам, что происходит в этой сфере жизни этого человека. Девятка треф у нас выпала острием вверх, и это могут быть досады и слезы. То есть это может быть не успех в жизни данного мужчины. Хотя в целом, в целом, девятка треф может говорить о любви, о страстной любви. Но это при условии, что у нас есть дама трефовая в раскладе. Мы пока этого не видим, узнаем чуть позже. У нас есть интрига. И если есть в раскладе девятка червовая, тогда девятка треф действительно будет говорить о любви, о страсти, которая царит в доме и в семье этого мужчины. Если же не рассматривать девятку треф как знак любви, то есть еще другие варианты трактовки этой карты. Один из них, девятка треф, рядом с червовым тузом, может обозначать казенный дом. И действительно, этот мужчина работает в казенном доме. Также девятка треф может указывать на отсутствующего человека. И вполне возможно, что на данный момент этого мужчины нет дома, нет в семье. Возможно, он куда-то уехал, в командировку, например, что с ним довольно часто бывает по работе. То есть девятка треф нам может показывать еще отсутствующего человека в доме. А также девятка треф может быть связана с каким-то наследством. И может быть, этот мужчина получил в наследство какую-то недвижимость. То есть дом, в котором он живет, это дом, который достался ему по наследству от каких-то родственников. Да, есть такой момент. Этот мужчина действительно живет в доме, который ему достался от его бабушки. Ну что ж, давайте двигаться дальше. Открываем следующую карту, которая у нас лежит в позиции короля червового. И что мы здесь видим? Мы здесь видим шестерку пик, дальнюю дорогу. Действительно, мужчины нет дома. Его нет сейчас в семье, он находится где-то далеко, в дальней поездке. Так, хорошо, тогда давайте смотреть, что выпало у нас на позиции дамы червовой. Валет, пик, пустые хлопоты. Дама червовая в данном раскладе отвечает за личную жизнь мужчины. Его верность, его надежды, связанные именно с личными отношениями. Не имеется в виду в целом семья, а имеется в виду именно партнерские отношения с женщиной. Ну, поскольку здесь выпал валет, пик, то мы понимаем, что все его хлопоты в личных отношениях пусты. И, скорее всего, место супруги у него вакантно на данный момент жизни. Давайте следующую карту раскроем. Это его хлопоты, да? Червовый валет – это хлопоты данного мужчины, о чем он заботится, о чем он хлопочет. И здесь выпала десятка бубновая. О деньгах, разумеется, он хочет быть богатым. Следующая карта – его интерес. Червовая десятка – это его интерес. И здесь мы видим десятку трев – работа. Ну, понятное дело, человек заботится и хлопочет о деньгах, и все его интересы направлены в работу. Тогда совершенно очевидно, что в личной жизни пусто, и он где-то отсутствует постоянно дома и разъезжает в каких-то командировках. Ну, окей, давайте посмотрим, что у него в любви. Ну, туз-пик, удар. Комментарии излишни. А о чем его разговоры? О даме трев. Помните, я говорила про девятку трев, что это карта любви, если в раскладе есть дама трев? Таки есть какая-то женщина, это не его супруга, это просто какая-то женщина, с которой у него есть какие-то беседы, разговоры, общения, встречи, свидания. Но давайте посмотрим, с кем у него встреча, с кем он встречается. Это семерка червовая, позиция семерки червовой отвечает за такие вещи. И здесь мы видим, опаньки, другую даму, даму пентаклей. То есть встречается с одной, думает о другой и общается с другой. Интересно. Понятно теперь, что у него на личном фронте не все так просто. Ну и, наконец, куда дорога его лежит? Король трев. К начальству. Или сам мужчина стремится делать карьеру и занимать начальствующую должность. Однако король трев может быть мужем дамы трев. И тогда мы видим здесь любовный треугольник, в котором замешано несколько людей. Одна семейная пара или любовная пара. И еще какая-то девушка, с которой встречается наш молодой человек, на которого мы гадаем. Ну что ж, друзья мои, вот такой у нас получился интереснейший расклад, на мой взгляд. Здесь есть еще о чем подумать и что проинтерпретировать, посмотреть связки и комбинации карт. Но я сейчас этим заниматься не буду, иначе наше видео с вами затянется надолго. Я, пожалуй, на этом моменте буду заканчивать мой видеосюжет. Если вам понравился этот расклад, ставьте лайки, пишите комментарии. И встретимся в следующем видеосюжете. А пока-пока! Чао!